Сегодня мы вам представляем видеообзор мобильного телефона Nokia 7510 Supernova. Давайте для начала взглянем на коробку. На ней присутствует значок Ростест, подтверждающий сертификацию данного устройства для продажи в России. Теперь мы откроем коробку и посмотрим на виновника нашего сегодняшнего теста и на комплектацию данного телефона. В комплект устройства входит задняя сменная панель синего цвета, зарядное устройство, батарейка, стереогарнитура, инструкция, в конце которой мы можем увидеть официальный гарантийный талон компании Nokia. Также в комплект телефона входит карта памяти на 512 мегабайт. Вот здесь вот она вставлена. Компания Nokia предлагает 4 цветовых решения для данного телефона. Это коричневый, синий, бирюзовый и красный. Давайте рассмотрим телефоны в каждом из представленных цветов. В телефоне коричневого цвета в комплекте идет еще синяя панелька. Вот так вот телефон выглядит в синем корпусе. Тем более подробно посмотрим на телефон красного цвета. С ним в комплекте также идет бирюзовая панелька. Давайте сейчас мы ее поставим. Одно посмотрим, насколько легко меняются панели у данного устройства. Телефон уже стал бирюзового цвета. Панельки мы заменили достаточно быстро. Корпус данного телефона целиком пластиковый. Вот внутри вы видите, что на клавиатуре присутствуют русские буквы. Отпечатки немного остаются на клавиатуре. Также на корпусе присутствует качелька увеличения громкости. И видеокамера со вспышкой. Давайте возьмем вот этот телефон и протестируем его. Загружается телефон достаточно быстро. Далее мы видим стандартное меню Nokia. Давайте начнем проверять телефон с его камеры. Качество снимков вполне приемлемое. Скорость снимков тоже достаточно быстрая. Давайте посмотрим, как в телефоне работает плеер. Динамик у телефона очень громкий. Качество воспроизведения может и достаточно на высоком уровне. На внешний дисплей выводится название композиции, на которой телефон воспроизводит. Выключить плеер можно нажать на одну кнопку. Давайте посмотрим галерею. В телефоне есть шесть разнообразных, очень интересных тем. Давайте посмотрим, какие игры есть в этом телефоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересно, в телефоне сделана заставка внешнего дисплея. Очень красиво смотрится. Телефон произвел на нас очень хорошее впечатление своим дизайном. В остальном же это обычное, привычное всем нам Nokia. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА